Здравствуйте! Время новостей на телеканале ЖТСУ в студии прямого эфира Елеман Раимбеков и Сурдоперевод обеспечивает Марат Жумабеков. Слава соболезнования в связи со скоропостижной кончиной журналиста Бесена Курамбека выразил и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Ильбаса отметил, что покинувший наста экрана Бесен внес существенный вклад в развитие отечественного информационного пространства. Он посвятил значительную часть своей жизни развитию отечественного телевидения. Будучи профессионалом высокого уровня, Бесен Курамбек внес существенный вклад в развитие отечественного информационного пространства. Его жизнь была примером служения родной стране. Он принимал участие в создании многих телевизионных социальных программ. Уверен, что светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах людей. Сегодня общественная страна проводила в последний путь известного казахстанского журналиста Бесена Курамбека. И несмотря на карантинные меры, в Талдыкурган сегодня съехались сотни почитателей его таланта, близкие, друзья и просто неравнодушные граждане. Вместе с ним ушла и целая эпоха в истории отечественного телевидения. Сегодня плачут не только те, кто знал, любил и уважал Бесена Курамбека. Сама природа словно скорбит и провожает его в последний путь. Сотни пришедших еле сдерживали слезы и эмоции и говорить на камеру, вспоминая лучшие годы жизни Бесена Курамбека. В этот день было тяжело даже мэтрам казахстанской журналистики. Бесена Курамбека Его без преувеличения можно назвать народным журналистом, профессионал экстра-класса, со своеобразным стилем и манерой подачи. Заставлял ждать миллионы казахстанцев, его сюжеты и передачи. Он всегда улыбался, у него был шикарный юмор, он умел собирать вокруг себя людей. Это как-то у него непроизвольно происходило, как только он где-то появлялся на публике, вокруг него образовывались всегда люди. Потому что человек, который излучал очень хорошую, добрую энергию. И все это, мне кажется, это все было благодаря его бабушке, которая воспитала его, которая его любила больше жизни. И меня очень удивило, когда он перевез бабушку в Астану, и когда бабушке не понравилось в Астане, он бросил свою блестящую карьеру в Астане и уехал вместе с бабушкой домой в Толдебрган. Я с ним обсуждал, ты говорил, Бесикен, тебя ждет там высокие посты в Астане, ты такой крутой парень, большой профессионал, тебя вся страна знает, тебя президент лично знает. Но он сказал, нет, мне бабушка дороже. И я вот это, я считаю, это его большое такое достоинство, настоящее мужское, потому что для него его семья всегда была превыше всего. Да, он не гонялся за славой, он всегда оставался тем, кого безмерно любит и уважает простой народ. В каждом селе, в каждой глубинке люди сопереживали и ждали его очередного выхода на экран. И до конца своей жизни он был предан своей профессии. Именно под его руководством построено здание дома журналистов в Толдебргане. Покорив столицу страны, он вернулся на свою малую родину, в Алматинскую область, и проработал директором регионального телевидения более 11 лет. Это пятиэтажное здание стало в буквальном смысле его вторым домом, откуда в этот день его проводили в последний путь сотни казахстанцев из разных уголков страны. Новость о внезапном уходе из жизни Бесена Курамбека потрясла не только коллег по творческому цеху, но и многочисленных общественных деятелей, в том числе и высшее руководство страны. Ельбасен Нурсултан Азарбаев и президент Казахстана Касымжомар Токаев выразили соболезнования родным и близким известного журналиста. Их телеграммы семьи Бесена Курамбека в момент гражданской панихиды, зачитал Аким Алматинской области Амандык Баталов. Он посвятил значительную часть своей жизни развитию отечественного телевидения. Будучи профессионалом высокого уровня, Бесен Курамбек внёс существенный вклад в развитие отечественного информационного пространства. Его жизнь была примером служения родной стране. Он принимал участие в создании многих телевизионных социальных программ. Журналистское сообщество и в целом весь казахстанский народ понесло невосполнимую утрату. Он ушёл из жизни в самом расцвете своих сил. Неполные 49 лет. Уже в следующем году в кругу своих родных и близких он бы мог отметить полувековой юбилей. Но вместо этого люди пришли, чтобы проводить его последний путь. Бесен Абаяч умел найти такие слова, чтобы подбодрить каждого. Он даже умел поставить очень сложную задачу, но при этом поставить её так, что ты выходил после беседы от него с кабинета и ты думал, да я сделаю, это же мелочи. Раз шеф сказал, значит так и будет. Ну, знаете, просто очень сложно говорить что-либо в такой момент. Это всё-таки, наверное, за те годы, сколько мы его знаем, с 2007 года, как он пришёл к нам руководителем, наверное, он стал каждому из нас по-своему близким человеком, потому что телевидение – это большая семья. И сейчас эта семья, наверное, осталась, ну, я не побоюсь этого слова, без своего отца, без своего руководителя, который направлял, помогал, подсказывал, говорил, куда нам двигаться. Это был очень хороший человек. Я думаю, что об этом и без меня люди скажут. Простые люди, простые телезрители, которые его любили, которые будут помнить его. Он много кому помог. Это был действительно очень хороший человек, талантливый журналист и мудрый руководитель. В прошлом году в социальных сетях известный журналист поделился, что появились проблемы со здоровьем, но поспешил успокоить коллег и многочисленных поклонников. Тогда это вселило надежду в каждого из нас, что он вернётся. Но судьба решила иначе. В этот раз всему виной проблемы с желудком и низким гемоглобином. Только выбрался из реанимации, теперь соблюдая постельный режим. После лечения вновь возьмусь за дела. Но этого не случилось. Он не вернулся на экраны телевизоров. Зрители больше не увидят его, помогающего решить самые сложные проблемы людей. А его коллеги больше не смогут зайти в этот кабинет, чтобы спросить совет и даже просто узнать, как у него дела. Даже когда я ушла с канала, встретившись после, он мне сказал очень приятную для меня фразу. Он сказал, тебя не заменили на канале. Я это всегда буду помнить. Именно этим он отличался как руководитель, потому что он всегда мог не просто поддержать, он мог вдохновить. Вдохновить на лучшую работу, вдохновить на новые сюжеты, вдохновить на что-то большее, что ты можешь сделать как человек, как журналист. Это невосполнимая для всех нас утрата. Не просто как руководителя, как человека с большой буквы, как человека, который останется в наших сердцах навсегда. Это точно. Звезду казахстанской журналистики похоронили на кладбище Бистолыкургана. Но в нашей памяти он останется все тем же. Успешным, решительным, целеустремленным и необычайно отзывчивым. Субтитры создавал DimaTorzok Глубокую скорбь и поддержку семьи Бисина Курамбека выражают пользователи социальных сетей. Проникновенные публикации всплывают буквально ежеминутно. Действительно, он снискал огромную чистую любовь народа и уважение к его личности. Пожалуй, неравнодушных нет. Представители власти всех уровней, звезды шоу-бизнеса, бизнесмены, предприниматели, простой народ. Новость о смерти выдающегося человека затронула людей в всех слоях населения. Ты навсегда останешься в наших сердцах. Не могу поверить, как будто страшный сон, пишут в комментариях пользователи социальных сетей. Айтугауонгай, а позднее Каракет. Авторские передачи талантливого журналиста Бисина Курамбека снискали уважение многих казахстанцев своей прямотой. Высокий рейтинг среди отечественных программ был завоеван не только благодаря актуальным темам. Здесь было и умение ведущего находить решения в непростых ситуациях для своих героев. И мало кто догадывался, что их проблемы он пропускал через свое сердце. За заслуги в отечественной журналистике Бисин Курамбек был отмечен многими наградами, но более всего он дорожил народным признанием и любовью. В 2013 году на телеканале «Казахстан» вышел в свет первый выпуск передачи Айтугауонай. Социальное ток-шоу стало спасительным маяком для многих граждан, ведь программа с говорящим названием стала поистине народной благодаря Бисину Курамбеку. Во многих сюжетных линиях он видел чью-то трагедию. В череде тем – одиночество и брошенные семьи, вредные привычки, долгожданные встречи, поломанные судьбы и воссоединение близких. Бисин был счастлив, когда мог помочь героям и вместе с ними переживал перипетии их сложных жизненных ситуаций. Мне посчастливилось поработать с Бисинага больше года на передаче Айтугауонай. Я сразу заметил, что он каждую тему, каждое обращение простых людей воспринимал близко к сердцу и старался по возможности всем помочь. Готовясь к очередному выпуску передачи, он проводил тщательный анализ темы, давал задания и нам, молодым журналистам. Поэтому сюжеты с участием Бисинага были всегда содержательными и искренними, и это покорило сердца многих телезрителей. Айтугауонай стала по-настоящему народной благодаря его профессионализму и человечности. По воспоминаниям коллег Бисина Куранбека, одним из его профессиональных качеств была систематизация работы. Он все делал тщательно, от написания сюжета до точки в конце сценария. Дефицита в темах у нашего наставника не было никогда. Люди обращались к нему днем и ночью, потому что знали, этому человеку можно довериться. Бывало, что он мог разобраться в ситуации обратившегося еще до съемок передачи. Мы все были этому свидетелями, признается Шингас Калиден. Для коллектива и телезрителей Бисин Куранбек всегда оставался тем, кем был, искренним и честным, человеком с большой буквы. Для меня работа в передаче «Айтугауонай» стала серьезной школой, ведь находясь рядом с таким профессионалом, мы многому научились. Его отношению к людям, его отношению к работе, его сопереживанию к каждому герою передачи. В 2017 году на канале «Казахстан» появилась новая авторская программа Бисин Куранбека «Карикет» и вновь народное признание. Новая передача стала продолжением «Айтугауонай» и отразила социальные проблемы общества. Однако становление популярных казахстанских ток-шоу было непростым. Как и каждому ведущему, Бисину Куранбеку приходилось следовать правилам и не выходить за рамки дозволенного. Оставаться верным своим принципам на экране и за кадром, Бисину Куранбеку помогли и его настойчивость, и профессионализм. В своё время я работал исполнительным продюсером программы «Айтугауонай» на канале «Казахстан». Конечно, у нас возникали сложности в работе, особенно когда руководство задаёт направление ведущему, как он должен провести передачу, в том числе и о том, что можно говорить и о чём нельзя. Бисину Куранбек всегда соглашался с указаниями, но всё равно ему удавалось раскрыть тему по-своему. Я считаю, что только его мастерство помогало провести передачу на высоком, профессиональном уровне. За вклад в развитие казахстанской журналистики заслуги Бисина Куранбека были отмечены на самом высоком уровне. Среди многочисленных регалий – звание лауреата премии президента Республики Казахстан, звание деятеля культуры, республиканская премия Тумар. Но самая дорогая из всех наград – любовь и признание простого народа. Для многих соотечественников Бисин Куранбек – пример настоящего профессионализма и человечности. Уход блестящего журналиста – большая потеря для всей страны. Бисин был для меня как младший брат. Он принимал активное участие во многих программах, где поднимались насущные проблемы общества. С ним мы провели много программ, посвященных декабрьским событиям. И он всегда говорил открыто. Бисин был настоящим сыном своего народа. Мне очень жаль, что он так рано ушёл. В нём было сочетание такта и напора, человеколюбия и справедливости. За короткую жизнь он воспитал плеяду учеников, оставил богатое творческое наследие. Бисин Куранбек легко говорил о насущных проблемах и действовал как истинный патриот своей страны. Об этом говорят люди, об этом они пишут на страницах социальных сетей. Его пример «Другим наука». Эта фраза как нельзя характеризует Бисина Куранбека. Его взгляды на жизнь, отношения к работе, умения ладить с людьми вызывали восхищение у каждого, кто с ним сталкивался. Особенно от встреч с Бисином Куранбеком вдохновлялись молодые люди. На судьбу многих из них он повлиял только с положительной стороны. О том, какую роль оказал известный журналист на молодое поколение страны, в нашем следующем материале. Бисин Куранбек – олицетворение экстраординарного и высококлассного журналиста. Студенты, пожелавшие связать свою жизнь со СМИ, мечтали быть похожими на мэтра. И каждый, кто искал встречи с ним, находил. Вернее, время и возможность для них находил сам Бисин Куранбек. Для парней и девушек эти беседы были ценнее всех уроков и лекций. Его слова мотивировали, меняли сознание и достигали самого сердца. Бисин Агана учил меня ценить время. Когда мы работали над передачами «Айтугаунай» и «Карикет», он нам с ребятами говорил, никогда не теряйте ни минуты и не делайте так, чтобы кто-то из-за вас потерял время. У вас нет такого права. Вы должны использовать часы и минуты с пользой. Время быстротечно и потому очень драгоценно. Бисин Абайович не говорил мне, ты должен стать оперативнее, ты должен писать тексты лучше, качественнее. Он просто на своем примере рассказывал, как он этого делал, как он достигал. Помню его историю, когда он рассказал, что ехал с Назарбаевым из какой-то страны и должен был материал выдать в течение 20 минут. И он, получается, выдал в течение 13 минут материал на новости. И это, на самом деле, сумасшедшая скорость, потому что выдать в газету или в интернет-портал намного легче. А тут, получается, должен смонтировать, озвучить, текст написать, синхронно обрезать. И все это у него на всего заняло всего лишь 13 минут. Получается, были такие конкретные примеры, которые вдохновили меня более совершенствоваться. Поистине нет пределу совершенству. Именно это понятие вкладывал в умы своих учеников Бесен Хурамбек. Мэтр очень уважал целеустремленных молодых людей. Именно таких он приглашал на работу и вкладывал в них все самое лучшее из того, что знал сам. Его труд дал большие всходы. Сейчас воспитанники Бесена Хурамбека преуспевают не только в журналистике, но и во многих других профессиях. У Бесена Хурамбека есть три незыблемых правила, которые стали своего рода путеводителями по жизни для меня. Первое – это если дал слово или обещание, то должен выполнить без отговорок. Второе – если начинаешь дело, ты должен быть ответственным и доводить его до конца. И заключительное – если тебе что-то поручили, исполни это максимально хорошо. Сейчас эти правила мне помогают на нынешней работе. Его советы очень эффективные. Бесена Хурамбек обладал всеми качествами истинного мужчины. Он говорил прямо, открыто, но в то же время делал это деликатно. За все время, что мы работали с Бесена Ха, он лишь один раз сделал мне замечание. И его я запомнил навсегда. Был такой случай, что я снял передачу в двух вариантах. И тогда Бесена Баевич меня спросил, зачем ты снял вторую версию? Мой ответ был таков – ага, я побоялся, что вам не понравится первая версия, и сделал вторую. Тогда он меня отругал, сказал – ты не должен меня бояться, здесь ты режиссер, и у тебя свой взгляд. Ты должен следовать только так, как ты хочешь, и в последующем я так поступаю. Бесена Баевич был больше, чем наш руководитель. Он был нашим зядей, родной и близкий нам человек. Найти в нужный момент подходящие слова, а значит ключ к сердцу – зрителя, коллеги, друга, ученика. Философ, психолог, оратор – эти качества помогли из рядовых журналистов слепить сильных медиаперсон. Труды подопечных Бесена Курамбека признаны множеством самых строгих конкурсных комиссий. В 2018 году я получила премию «Гош Паше» как лучший молодой журналист. Это очень престижная награда в региональном масштабе. Своей победой я обязана руководству телеканала «ЖТСУ», в частности Бесену Абаевичу. Он внес большой вклад в развитие телеканала, создал все условия и собрал хороший коллектив. Благодаря его управленническим способностям ряд моих коллег одерживает победы на премиях самого высокого уровня. Каждый курс, каждый тренинг и каждая беседа с мэтром меняла сознание парней и девушек. В разговорах с аудиторией мастер-слово поднимал тему создания здоровой, благополучной семьи. Именно это он считал одной из важнейших ценностей жизни. Человек жив, пока жива память о нем. Песня «Хурамбек» навсегда останется в истории телеканала «ЖТСУ». Дважды руководитель вывел региональное ТВ на республиканский уровень. Экспериментатор, испытатель, новатор. Когда впервые пришел сюда директором в 2007 году, здесь стояло комфортабельное кресло. Удобно расположился, расхотелось вставать. Даже немного забыл, что я прежде всего журналист, поэтому сразу же поменял на обычное кресло. Так и в жизни. Оставил должность в столице и вернулся в родные края, возглавить региональное ТВ. Это был 2007 год. Когда я пришел на телеканал «ЖТСУ», сразу решил заняться творчеством. В те годы я был известным журналистом, обладателем президентской награды. Придя сюда, чувствовал себя больше заведующим хозяйства, чем директором, так как было очень много проблем административного характера. С первых же дней на новой должности он принялся за обновление материально-технической базы «ЖТСУ» и создание комфортных условий для работы. Свой просторный кабинет отдал видеоинженерам. Сам устроился в маленьком, всего 8 квадратов. Но это не помешало ему открыть множество медиапроектов, которые сразу же возымели успех у телезрителей и поменять формат тогда действующей телепродукции. Вот так и Фирджит СУ заиграл новыми красками. Терезуя Бесеяна Абаяча как коллегу, как журналиста, как руководителя, я не побоюсь этого слова, я скажу, что это был уникальный человек. Его всегда отличало безупречное воспитание, потрясающая выдержка, огромное самообладание. Это человек, который за все годы моей работы на этом телеканале, и в частности проработав с ним вот с 2007 года до сегодняшнего дня, то есть 13 лет, я ни разу не видела, чтобы он на кого-то повысил голос, ни разу не видела, чтобы он как-то негативно выражал свои эмоции. То есть это был человек, который умел направить и свои мысли в нужное русло, и идеи, и мысли своих сотрудников, чтобы это было только во благо процветания канала, во благо улучшения работы. Именно с приходом Бесеяна Абаяча у нас изменился формат новостей, подача новостей, потому что все-таки мы региональное телевидение, у нас есть определенные сложности в проведении, допустим, мастер-классов, приглашения корифеев. Бесеяна Абаяч, работая с этими маститыми журналистами на республиканском уровне, всегда старался, чтобы мы перенимали их опыт, всегда старался пригласить этих людей просто по дружбе. Они приезжали, оказывали ему помощь, оказывали нам большую поддержку, проводя мастер-классы. Кадры решают все. Известное выражение Бесен Курамбек знал не понаслышке. Всегда принимал на работу людей с горящими глазами и любовью к своему ремеслу. Настоял на увеличении штатных единиц. Мастерски умел мотивировать сотрудников к новым вершинам. На него равнялись и приводили в пример другим. В период его руководства телеканал стал настоящей кузницей кадров. Ты растешь профессионально. Конечно, ты уже считаешь, что нужно расширить границы того, где ты находишься. И стремишься показать свою работу уже на другом уровне, уже выше где-то. Понимаете, таким образом многие из нас и оказались на республиканских телеканалах. Сейчас мы там трудимся благодаря тому, что он смог нас вот так вот направить, вдохновить, помочь и, естественно, показать свой профессиональный опыт, свое мастерство. Этот человек умел вдохновлять. Это самое главное. Уметь вдохновить умеет не каждый. Может не каждый. Требовать – да, а вдохновить не каждый. 2012 год. Бесин Абайло по собственному желанию оставил пост директора ЖТСУ и держал путь в южную столицу. В Алматы запустил новый телепроект, снискавший огромную популярность в народе. Но оставить ЖТСУ Бесин Курамбек не смог. Долгожданный камбэк состоялся осенью 2014 года. И уже в 2015-м телекомпания ЖТСУ праздновала переезд в новое современное здание. Один из основоположников Дома журналистов – Бесин Курамбек. Руководство области сразу поддержало проект. И вот теперь под одним крылом собраны все представители СМИ области. Коллеги по цеху из других регионов восхищаются созданными условиями. Оборудование соответствует республиканскому уровню. Постоянно проходят прямые эфиры. Новое здание, новое оборудование, новые возможности. Под руководством Бесина Курамбека заработали и обрели популярность десятки проектов – социальные, экономические, спортивные, культурные, музыкальные, информационные. И каждый нашел свою аудиторию. Бесинабаевич придерживался определенных принципов в плане выпуска передач. Он хотел сохранить ценности народа, научить людей быть более социально ответственными и дать молодежи найти свой жизненный путь. Весь коллектив неустанно трудится над качеством продукции. Естественно, за день всех высот не достигнешь. Но за столь короткий промежуток времени мы перевыполнили заданную планку. Это в крови Бесина Курамбека. Теперь и у многих из нас, кто бок о бок трудился с ним. Грамотный менеджмент и творческое видение директора позволило создать золотой мостик между государством и народом. Результат налицо. За эти годы телеканал ЖТСУ признавался неоднократно лучшим региональным ТВ в рамках различных престижных премий, таких как «Алтемжилдос», «Тумар» и вышел в один ряд с республиканскими. Премия «Алтемжилдос» Академии журналистик Казахстана в номинации «Лучший региональный канал» присуждается телеканалу ЖТСУ и Столдекраганалу. «Лучший региональный телеканал, телеканал ЖТСУ» «Лучший региональный телеканал, 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 телеканал» Бесен Курамбек был верен своему делу, не гнался за лаврами и властью. Самые заветные статуэтки и награды сами находили талантливого человека. К его мнению прислушивались, речью вдохновлялись, сопереживали все радости и неизгоды жители всех уголков необъятного Казахстана. За свою трудовую деятельность он дважды возглавлял телерадиокомплекс ЖТСУ. Отсюда и проводили его в последний путь. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова